Рина Викторовна, каждый из нас имеет право на безопасные, нормальные условия труда. За этим же следят и мобильные группы, чтобы все это соблюдалось, все было по закону. Но почему нарушения продолжают выявляться? Причем не только наниматели нарушают правила, но и чаще, наверное, все-таки сами работники. Вы знаете, самое интересное, что, наверное, каждый человек должен осознавать то, что ничего нет дороже, чем жизнь. И в первую очередь сам человек, независимо от того, наниматель он, работник, или он вообще просто пенсионер, или ребенка, которого нужно с самого раннего детства, с пеленок, с рождения, учить тому, что жизнь нужно в первую очередь беречь самому себе. И если вот этого осознания нет, то, конечно, очень сложно потом что-то, что-то наверстывать. Но тогда, когда человек уже работает, и независимо от того, работает он на производстве, или он какими-то контролирующими функциями, или организационными занимается, он все равно, как говорят, он в деле, он в работе. И, конечно, он должен выполнять все, абсолютно все правила безопасности. В Гомельской области все мобильные группы, которые у нас есть, а у нас их 30 на минуточку, 30, то есть это есть все районы, а в некоторых районах и по две. И, соответственно, это областная группа, которая не только является, как говорят, мы не только вот областная, которой, кстати говоря, руковожу я, это не только контролирующая функция условно над районными. Речь идет в первую очередь о том, что областная мобильная группа выезжает точно так же, как и районная, на предприятия, в организации, и, конечно, смотрит все. И обратите внимание, в состав мобильных групп входят самые разные специалисты. Это и органы внутренних дел, это и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям, и наркологи, то есть врачи, да, и, соответственно, департамент по труду, и целый ряд специалистов, которых мы просто имеем право привлечь к работе мобильной группы в зависимости от того, какие предприятия планируются посещать. Поэтому независимо ни от чего, конечно же, очень, я еще раз хочу это подчеркнуть, очень важно, чтобы в буквальном смысле этого слова, на подсознательном уровне у человека было сохранить свою жизнь. Ну, бывают случаи, когда, ну, действительно, это, ну, несчастный случай, и произошло, вроде и человек не виноват, и наниматель не виноват. Да, совершенно верно. Но приводить примеры таких случаев очень сложно, почему? Потому что их, во-первых, крайне мало, потому что, как правило, это человеческая беспечность. Ну, условно, работает механизм, да, идет какой-то конвейер, и работает механизм. Крутится этот механизм, и туда попал какой-то инородный предмет. Нет. Стоит этот работник, видит этот предмет, он понимает, что его нужно убрать оттуда, чтобы дальше работал нормально этот конвейер. Но ты же должен понимать, что нужно остановить механизм, и только потом вынимать. Нет. Мы уверены, что вот чуть-чуть, чуть-чуть, вот я сейчас заберу, и все будет хорошо. А пальчики-то, увы, как в мясорубку ушли, и все. И уже ты либо, простите, имеет смертельный случай, либо остается человек инвалидом. Тогда вопрос, в чем ты был уверен? Ну, по-моему, это даже в менталитете, да, у многих людей перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого, да. Что за меня отвечаю не я, а за меня отвечает другой. И что если что-то случится, то виноват не я. Так поздно уже будет, правильно, когда что-то случится. Искать виноватых уже можно без ног, без рук остаться к этому времени. Вы знаете, вот этот менталитет, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это сидит просто в подсознании. Реально, честно скажу, это страшно. И потом, даже тогда, когда случается, проходит короткий период времени, сначала, знаете, народ так встрепенулся. И кажется, ну, уже вот-вот, да, точно-точно, надо же все перепроверить, все пересмотреть. А дальше что? А дальше проходит время, все это снова нивелируется, и забываем об этом. Это говорит, в первую очередь, о бессистемной работе. И тогда, когда идет система контроля, да, ступенчатая, на месте, та же мобильная группа пришла, наниматель перепроверил, контролирующие органы пришли. Мобильные органы – это не контролирующий орган, и даже не общественная организация. Это рабочая группа, которая, кстати говоря, даже не имеет права привлекать к ответственности. В лучшем случае, не дай бог, если выявляется человек в пьяном виде на рабочем месте, то дается руководителю рекомендации немедленно от работы отстранить. Но никак не составлять протокол, и уж тем более не привлекать к ответственности. Поэтому, когда выявляются нарушения, соответственно, уже, так скажем, вот такие рекомендации нанимателю даются. И по результатам каждого выезда, каждому нанимателю даются, подчеркиваю, рекомендации. Вы посмотрите, вот это у вас, вот это у вас, вот это у вас не то. Сделай это, и когда уже придут контролирующие органы, у тебя будет все хорошо. Ну а бывает ли так, что мобильная группа побыла, нарушения выявила, рекомендации руководство получило, но ничего не сделало. И в следующий раз вы приехали, и опять все то же самое. Ну вот здесь как раз-таки система выработана, и опять-таки говорю, хорошо, когда система дает свой результат. И от руководителя зависит очень многое. Понимаете, когда даются рекомендации, то руководитель должен понимать, что нам не нужна отписка. И это не ради членов мобильной группы. Здесь в первую очередь твои работники и условия твоей организации работы. И если человек подписывает, руководитель подписывает ответ на наши рекомендации, что мы все устранили, а мобильная группа в обязательном порядке приедет повторно. Без предупреждения. Без предупреждения. Приедет и посмотрит. Вот наши рекомендации, а вот ваш ответ. Давайте смотреть, что по факту сделано. По вашему документу у вас все отлично, вы все устранили. А по факту нет. Кому врете? И что дальше? Какие дальнейшие действия? А вот дальше уже мобильная группа, соответственно, руководитель, вот я непосредственно, мы направляем в департамент по труду информацию, и департамент проводит внеплановые проверки. Кстати, вот сейчас идет уборочная кампания, и более чем важно, реально на сегодняшний день, чтобы были обеспечены все условия труда, вот прям вот видите, прям вот как раз для нас. Все условия труда для наших механизаторов и для транспорта, который отвозит на зернотоки и так далее, всю продукцию. И здесь, опять-таки, в первую очередь, это те люди, которые работают на транспортных средствах и, соответственно, на всех тех объектах, которые принимают продукцию. И должно быть все обеспечено, а не тогда, когда у нас в Ковргачевском районе горят комбайны. Вот где беда. И не нужно искать виноватых где-то. Не досмотрели ни один день. Комбайн просто так сам себе не загорится. Поэтому, конечно, нужно всегда, тогда, когда люди выходят на свое рабочее место, видеть, что должно быть сделано для безопасных условий труда. А часто ли бывает так, вот как вы считаете, когда человек, он видит, что что-то не так, да, он мог бы изменить эту ситуацию, но в силу чего? Не хочет жаловаться, да, ябедничать, да, но с другой стороны, он бы мог спасти технику, да, и спасти водителя и своего нанимателя, может быть. От наказания дальнейшего от расследования. Если бы сообщил об этом. Вот где эта грань между желанием спасти предприятие, коллегу, руководство и между тем, что, ну я же не кляузник, не ябеда. Вы знаете, у нас есть в профсоюзах такой институт, как общественные инспекторы по охране труда. Но, на мой взгляд, я считаю, что не нужно быть общественным инспектором. И речь идет не о том, вы говорите, кляузничать. В народе это называется настучать. Да. Ну, стучать, да. Не надо. А вот не надо вот об этом думать. Нужно сегодня, в первую очередь, если это работает бригада, да, то почему бригада, которая видит, что их работник бригады пришел в пьяном виде, все видят и все молчат. А что делать тогда, когда смертельный случай в пьяном виде? И мы будем только руками разводить. Все видели и все молчали. Работника нет. Как правило, эта семья остается без отца, либо, не дай бог, без матери, да. Работника нет, еще раз говорю, чена семьи нет. Просто человека в жизни просто нет. Если молодой человек, у него еще родители, может, живы, сына потеряли, то вопрос, от твоего молчания кому стало легче? Ты вроде остался хорошим, да, и чистым. Вы все хорошие, да. Вы все хорошие и чистые. Никто не настучал, а человека нет. Очень много вопросов, которые связаны непосредственно с тем, когда существует коллективный договор. И в коллективном договоре существует понятие, далеко не каждая организация это использует, коллективную ответственность. Хорошая, да, определение. И вот здесь пришел даже не ждать. Все смолчали, но все допустили, что он в пьяном виде. И каждый виноват. Ответили все. Вся бригада. Вот тогда подумают. Молчать или сказать, Вася, дорогой, только не в этом виде на работе. Поэтому и первая директива достаточно жесткий имеет, так скажем, рамки ответственности, когда непосредственно идет речь об увольнении работника за нарушение вот такой трудовой дисциплины, как появление на рабочем месте в пьяном виде. Поэтому мобильные группы – это не какое-то аморфное создание, которое непонятно чем занимается. Хочу вам сразу сказать, что мы ежегодно работу эту анализируем и выпускаем вот такие сборники специально. До предыдущий год, да? Да, вот у нас итоги 2018 года. И они уже, так скажем, полностью дают всю раскладку, потому что мы даем здесь для всех буквально районов, это у меня здесь уже результаты и части 2019 года, мы даем диаграммы, которые показывают за несколько лет, да, результаты работы по самым разным направлениям. Соответственно, таблицы, которые показывают, какой район, как выглядит на фоне других, и каждый район может себя, соответственно, уже увидеть и анализировать, а как я в том или ином направлении смотрюсь. И все видно в разрезе каждого района по годам и видеть всю динамику. Поэтому мы очень большое значение уделяем этому, потому что самая главная задача – это сохранить жизнь и здоровье наших людей. А от этого будет зависеть и результат любого производства. Спасибо большое, Ирина Викторовна. Я думаю, что каждый человек, который посмотрит это интервью, должен задуматься о том, что сохранить жизнь и здоровье – это не только задача государства, нанимателей, это задача каждого из нас. Как мы сохраняем жизнь для наших детей и их здоровье стремимся, так и думать и заботиться о себе. И не забывать о своих коллегах. Абсолютно правильно. Так что здоровья всем, удачи и беречь свою жизнь.